Гость в нашей студии, режиссер, продюсер и медиа-менеджер Александр Роднянский. Александр, мы рады вас видеть и приветствуем в нашей студии. Спасибо. Спасибо за приглашение. Рады вас видеть. Вот мы перед началом эфира как раз разговаривали с Александром по поводу того, что против него ведется уголовное дело. Разбирается, уже в суде разбирается, да, уголовное дело в Российской Федерации за фейки против... Как обычно классическое дело. Какая честь сидеть рядом с таким преступником. Да. Это очень смешно для меня, поскольку я предельно законопослушный человек, который всю жизнь переходил дорогу только на зеленый. И сама по себе идея уголовного дела для меня звучит диковато. Но что поделаешь, такова сегодняшняя жизнь в России. И звучит это дело смешным образом. Особенно за пределами России это распространение ложных сведений про российскую армию. Я уже не знаю, какие сведения ложные. Что там и кто может их распространять. Но, как вы знаете, дел таковых много. И сроки получали вполне известные и прекрасно, так сказать... Лучшие с твоей стороны известные люди. Ну да. Когда в этой стране врагами народа... Ну, практически. Почему не употреблять термин враги народа? Это же так и есть. Становится, там, я не знаю, Алла Пугачева. И, то есть, как бы, получается, что все это такой перевернутый трэш-шапито. И, наверное, как символ, не знаю, такой, какая-то конечная точка, к которому они пришли. Это вот эта голая вечеринка Насти Ивлеевой и кары, которые последовали против самых преданных этих апологетов режима. Ну, слушайте, это уже, так сказать, это, в принципе, голая вечеринка или полугола, как они ее называли. Это, ну, уже, так сказать, абсурдная сторона происходящего. И тут добавлять особенно к тому, что было, мне кажется, и нечего. А что касательно кар, то они, скорее, запугивают оставшихся в России. Вот и все. Все эти дела направлены на то, чтобы находящиеся в стране твердо знали, что ни одно написанное, сказанное, произнесенное вслух слово, способное влиять на настроение, понимание ситуации огромным количеством людей, живущих сегодня в России, не останется ненаказуемым. И если уже, ну, вы назвали Аллу Борисовну Пугачеву, которая, ну, больше, чем, как известно, чем певица, но в России все же больше, там, поэт больше, чем поэт. Так вот, уже Борис Акунин, который самый популярный из ныне живущих российских писателей. Я никогда не буду сравнивать писателей по качеству, кто лучше, кто хуже. Это вопрос, как известно, читательский, но точно самый популярный. Кажется, я вот недавно читал, что он третий в историческом контексте по популярности вообще в истории России. И он уже объявлен, ну, не объявлен, во всяком случае, обвинен, там, два уголовных дела в терроризме, экстремизме и так далее. Вместе с Дмитрием Быковым. Вместе с Дмитрием Быковым. Ну, Дмитрий Львович, безусловно, необычайно талантливый, и все. И писатель, и поэт, кстати сказать, он изумительный, может быть, даже, ну, для меня так лучше даже, чем писатель, прозаик. Но и критик изумительный и так далее. Но Акунин, самое поразительное, чего я вспомнил, он самый русский, что ни на есть. Его в 12-м году сам великий и ужасный, не к ночи будет помянут президент Российской Федерации, хвалили. Говорил, не знаю, как вам, а мне очень нравится. Говорил он за точность выражения, не ручаясь. Но это было его высказывание, и ни на что не обращаем внимания. Раньше такого рода оценка была бы, безусловно, индульгенцией от всяческих преследований. Сегодня это ни на кого не производит впечатление. Выступаешь, пишешь, осуждаешь, получи. Давайте поговорим о наших израильских делах. Мы много раз обсуждали в этой студии, но все-таки интересно услышать вашу точку зрения по поводу вот этой совершенно дикой волны ненависти к Израилю, к евреям, на фоне того, что произошло в Газе, на фоне того, что Хамас напал на Израиль. И, ну, фактически в этой ситуации Израиль жертва. На нас напали неожиданно, точно так же, как напали на Украину 24 февраля. И фактически сегодня мировое, прогрессивное мировое сообщество стоит в позе обвинителя и обвиняет Израиль во всяких преступлениях. Ну, слушайте, вы обсуждали это наверняка неоднократно и глубоко и с разными своими гостями. Тут повторяться, наверное, не стоит. Но понятно, что уровень Израиля-фобии, если так можно назвать, колоссален. Обсуждать наличие банального антисемитизма тоже бессмысленно. Он есть, был и, вероятно, будет. И он где-то проявляется и действует. Те, кто разделяют эти давно известные исторические чувства, они действуют сегодня активно. Они почувствовали свой исторический шанс. Когда слова, еще недавно являвшиеся не то чтобы даже безнравственными, аморальными, были подсудными просто, сегодня можно произносить совершенно спокойно вслух. Обсуждать позицию огромного количества, будем так говорить, радикальных исламских стран тоже бесперспективно. Это и так понятно все. Вопрос же всегда связан с настроениями так называемого либерального сообщества или лево-либерального сообщества в западных странах. И вот тут эта история сложная и труднообъяснимая для людей, незнакомых с настроениями западной интеллектуальной элиты, потому что, в общем, последние 30-35 лет – это такой колоссальный поворот в настроениях, связанный не только с Израилем, а с так называемой расовой, и с критической расовой теорией, и со сменой главной рамки обсуждения разговора. Если до недавнего прошлого, ну, скажем, во времена распада Советского Союза, главным конфликтом было отношение к тоталитарному или авторитарному миру с одной стороны и демократическому, с другой. И достаточно было бы сказать, что Израиль – единственная, пусть несовершенная, но демократическая страна в регионе, в котором существуют либо теократические, либо тоталитарные режимы, и это было бы достаточно для интеллигентных, образованных людей поддерживать Израиль, то сегодня это, мягко говоря, недостаточно, потому что рамка разговора сдвинулась уже в сторону обсуждения совершенно иных тем, а именно колониализма, колониализма современного, угнетения современного. И вот тут, как бы, Израиль, предстающий в роли, дальше, внимание, белого угнетателя-колонизатора, неотъемлемо связанного с главным ужасом современного мира в глазах леволиберального сообщества с Соединенными Штатами, выглядит, мягко говоря, непривлекательно. Объяснять им, что Израиль, во-первых, не белый, как минимум 50% населения Израиля, вряд ли можно отнести к белому населению, что он не угнетатель. Это люди очень мало знакомы с историей, что колониализмом историю Израиля тоже, скорее всего, не назовешь. Вот и что израильтяне, это бишь-евреи, имеют прямое отношение к этой территории, является сегодня это по-английски очень важное слово, indigenous, то есть местными, происходящими непосредственно, имеющими отношение к этой территории людьми, тоже бесперспективно, потому что сегодняшние дискуссии, это скорее дискуссии вокруг религиозных верований. Люди выбирают себе точку зрения, выбирают себе религию, и дальше они ее исповедуют. Спорить на эту тему необходимо, потому что есть огромное количество людей, которые просто следуют за волей активного меньшинства. Выходит активное меньшинство, кричит о убийствах, о 75-ти годах колонизаторской истории, и дальше, а им вторят те, кто просто не толком не знают ни истории, и даже не удосужились прочитать эти элементарные статьи в Википедии, которые, кстати, на разных языках тоже по-разному излагаются. Вот, например, на испанском в Википедии не сказано, что Израиль был создан в результате решения Организации Объединенных Наций. Это существенный нюанс, между прочим. Он просто не назван. И дальше возникает ощущение, которым я вот неоднократно сталкивался, что приехали некие евреи из каких-то разных стран. Я, кстати, в Америке от вполне образованных людей слышал много раз, что евреи не являются местными по отношению к этой территории. Вот, и не случайно, кстати, противники израильского государства, их очень немало, и они давно и последовательно действуют. Я приду к чему я хочу сказать. Скоро они настаивают на том, что, например, не случайно распространяется даже история про то, что Иисус не являлся евреем. Вот я недавно слышал даже от автора. Я не знал. Иисус был палестинец. Да, хотя, что такое палестинец, опять же, это как сибиряк или помор. Палестина – это территория. Ну, как бы в Палестине, ну, мы Голдемейер помним, которая выступала с высказыванием «Я палестинка». И флаг 1939 года тоже был белоголубым со звездой Давида, и назывался он палестинским. То есть же мало кто об этом помнит и знает. Но главное, что они выступают, и выступают непростые люди. Например, автор знаменитейшей книги «Черный лебедь», «Талиб». Он недавно в своем твиттере это и опубликовал. И дальше люди, не сильно, так сказать, сведущие в истории, повторяют след за ними эту байку про приехавших со всего мира евреев, вытеснивших из благополучных городов и сел палестинцев. Кстати, само понятие «палестинский народ» появилось, как, может быть, вы обсуждали здесь, в КГБ после шестидневной войны. Да, да, это проект Лубянки, конечно. Это был, ну, это, как утверждают многие, Юрий Владимирович Андропов придумал лично. А вы не думаете, что в этой кофеварке вот так Путин помешивает все это палочкой? Знаете, я думаю, я не думаю, что, условно говоря, там Владимир Владимирович заказали нападение 7 октября. Я думаю, что существует, если хотите, мое мнение, некая ось стран, которые разделяют сегодня цели. Целью является изменение порядка такого мирового устройства, борьба с американоцентричной моделью мира. И в эту, условно говоря, ось входят в разное время, ну, там, разные страны, ну, конечно, ключевыми ее участниками являются Китай, прежде всего, Иран, Россия сегодня, и вот те государства-террористические организации, к которым это имеет отношение, и прокси Ирана, я имею в виду и Хамас, и Хизбалу, и, кстати сказать, не иранские прокси, но, тем не менее, контролирующие огромную вполне себе страну, организация под названием Талибан, они все участники вот этой самой оси. И, на мой взгляд, то, что сегодня происходит в мире, это такая гибридная новая мировая война, некоторые называют ее третьей, некоторые четвертые, которая, собственно говоря, и предлагает Соединенным Штатам Америки на нескольких фронтах участвовать в борьбе со своими идеологическими противниками в надежде, что в какой-то момент просто у Запада коллективного, прежде всего, у США, не хватит сил. И вот мне это так кажется. А как быть вот сторонниками вот этой оси зла на Западе? Ну, вот даже взять, если Голливуд, то, ну, вот, например, если посмотреть, там, скажем, фильм «Аватар», то с кем будут себя, там, скажем, отождествлять, и, скажем так, как они будут этот фильм соотносить с сегодняшней ситуацией в мире, зрители? Ну, они, наверное, подумают, что вот западный, западный мир, Соединенные Штаты, это вот эти как раз земляне, которые вот пытаются колонизовать бедных, несчастных, наивных и чистых душой, значит, вот аборигенов этой планеты Пандора. Все правильно вы говорите. Это только один пример. А Голливуд, вот он за кого в этой войне? Слушайте, Голливуд за права униженных и оскорбленных. Подавляющее большинство кинематографистов или как бы придерживаются левых убеждений, подавляющее большинство, далеко не все, но тем не менее, по одной простой причине. Люди культуры выступают за права слабых. Странно писать книги, снимать фильмы, защищая права сильных, богатых и могущественных. Весь вопрос, опять же, состоит в том, кто слабые, кто сильные и как к этому относиться. Я не случайно упомянул о том, что термин «палестинцы» был очень важен, он не случайно возник в недрах Лубянки, потому что важно было перевести конфликт, называвшийся долгие годы еврейско-арабским, в котором огромный арабский мир, несколько сотен миллионов человек, выступал против в тот момент несколько миллионов маленького еврейского населения Израиля, нужно было перевести в нечто, звучащее намного более подходящим образом. И возник конфликт израильско-палестинский, в котором могущественный Израиль, мощная экономически и технологически развитая страна преследует несчастный народ, лишенный своего государства. Вот и все, что произошло. Поэтому бороться, извините, нужно, серьезно занимаясь просвещением и занимаясь, как бы участвуя в том, что на сегодняшний день называется информационная война. Я вам скажу по своим впечатлениям, что я вот здесь четвертый день, поскольку война, так или иначе говоришь с людьми о ней или касаешься того, о чем вы начали этот разговор, настроений на Западе. Вот вчера был колоссальный митинг про палестинские. В Лондоне очередной, кажется, 11-й уже, но неважно. В Вашингтоне было несколько десятков тысяч. В Дюссельдорфе. Везде, да, очень много. Опять, воскресенье. И люди выходят с этими же прекрасными лозунгами, не понимая их смысла. Ну, много раз обсуждали от «from the river to the sea» и так далее, и так далее. Они просто этого не знают. Так вот, и все мои товарищи, с которыми я здесь разговаривал, на мой непросвещенный и крайне субъективный взгляд, недооценивают необходимость, ну, я бы так сказал, дискуссии или участия непосредственного в дискуссии за пределами Израиля. Всех волнует, естественно, и это, понятно, война в Газе. Всех волнует ситуация с правительством. И самое главное мне отвечают, это вот кто-то снять это правительство и заменить его, наконец, избавиться от того, что есть. Я не участвую в этой дискуссии, я не израильтянин. Вот, или наоборот, его удержать, ну, в зависимости от убеждения. На мой взгляд, самое главное сегодня это обеспечить Израилю голоса. Тем более, есть огромное количество людей, которые, ну, выступают со стороны Израиля и выступают по собственной инициативе. Потому что подобного рода поляризация человеческих конфликтов, они, на самом деле, у них есть и хорошая сторона. Они, во-первых, проявляют врагов, а во-вторых, они выявляют друзей. И друзей немало. И с ними нужно разговаривать, нужно предлагать информацию. И, простите меня, вот, на самом деле, у Израиля долгие годы был колоссальный аргумент в руках, который, судя по всему, на сегодняшний день уже не работает. Причем не работает в силу усилий стороны враждебной по отношению к Израилю. Этим аргументом являлся Холокост. Беспрецедентное, конвейерное, осознанное уничтожение еврейского народа во время Второй мировы от мала до велика на основе единственного принципа принадлежности крови. Крови. Все. Это был колоссальный, беспрецедентный, и, надо сказать, складывавшийся десятилетиями консенсус во всем западном обществе. Он восторжествовал лишь в середине 70-х. Например, в Германии слово «Холокост» было введено в обиход и стало очевидным для всего немецкого народа только после показа в 1978 году очень скромного по своим художественным достоинствам, но оказавшегося необычайно важным психологической и содержательной точки зрения американского сериала под названием «Холокост». Сделал его в свое время режиссер Мартин Чомский. Это двоюродный брат знаменитого социолога, философа Ноома Хомского. Чомского или Хомского. Чомский, Хомский, да. И, соответственно, в главной роли там была Мэрил Стрип, еще не ставшая знаменитой. Это было до «Крамер против Крамера», «Выбора Софи» и так далее. Он потряс этот сериал немцев. Потряс. Его посмотрела в тот момент половина, в прямом смысле, взрослого населения Германии. После каждой серии их было четыре. Устраивались обсуждения на немецком телевидении, в которых участвовали историки, журналисты и так далее. После этого сериала «Холокост» стал абсолютным консенсусом в Германии. Это было до того, как Вилли Брандт стоял на коленях? Было вскоре после того, как Вилли Брандт встал на колене в 70-м году, когда в 69-м он стал канцлером. В 70-м он впервые после войны немецкий лидер приехал в Польшу и встал на колене перед памятником Варшавского восстания. И это было, относительно это прошло 8 лет, но вскоре после показа этого сериала, сериал выступил с речью к 40-летию Второй мировой войны президент Германии Вайтзекер, чья речь, в общем, включала в себя и Холокост и прочее. То есть, этот консенсус формировался десятилетиями, но на сегодняшний день он не функционирует, на мой взгляд. И проблема состояла в том, в том, что случилось сейчас, что 7 октября приняли в Израиле, как понятное, трагическое событие, которое во всем мире должно прозвучать звонко, резонансно и всех убедить в естественном праве государства на военный ответ, а простите, его никто не увидел. Вот я достаточно активен в социальных сетях, как вы, наверное, знаете, и мне на протяжении двух лет, двух месяцев, простите, последних, поскольку моя позиция достаточно очевидна, она произраильская, достаточно жестко произраильская, мне писали с утра, и моя аудитория, которая скорее близка ко мне, ну, естественно, люди выбирают голоса, им близкие, они не для того, чтобы там послушать врага, подписанные читают ежедневно. Они задавались вопросом, а простите, а где видео, где же можно посмотреть, а где фотографии, а как можно увидеть и так далее. Этого не видно. В то время, как картинки, видео и изображения из газа льются беспрерывным потоком на неподготовленную, ну, простите меня, а как можно согласиться с тем, что погибают мирные люди? Вы же не можете ожидать от всех людей в мире, что они не будут на это обращать. Ну, информационную войну невозможно выиграть, количественно даже. Ее невозможно выиграть, но обязательно надо понимать рейперные точки. 7 октября и события 7 октября, садистские убийства, чудовищные события, убийства 7 октября должны были стать очевидным фактором для того, чтобы мир о них узнал. Это обязательно надо было сделать, более того, это надо сделать. И сейчас, хотя достаточно поздно, но тем не менее, тогда хотя бы понятно, зачем и почему. Почему эти кадры показывали произвольно спустя несколько недель тем, кто хочет прийти, и кто-то не приходил в парламентах стран. Почему только в парламентах стран? Почему не журналистам в этих странах? Почему не показывали? Я понимаю, это плохо для жертв, это плохо для их семей. Я слышу это. Но, простите, для Израиля это самое главное. Это ответ Израиля на чудовищное преступление, в котором убивали ровно как во время Холокоста. За пределами Израиля, поверьте мне, человеку, который чутко на это реагирует, мало кто понимает масштаб случившегося. Я это разговаривал в Англии, Франции, Испании, Италии, Соединенных Штатах с огромным количеством людей, включая евреев, кстати сказать, которые тоже этого не вполне понимают. Вот эти вещи, мне кажется, следует обязательно иметь в виду. Надо высказываться, надо говорить и надо прояснять. Александр, при этом страна, в которой, ну вот у меня такое впечатление, ну просто огромное количество, подавляющее большинство людей не только солидаризируется с Израилем, но и воспринимают это как свою войну, это Украина. Конечно. И вот действительно, мне бы хотелось, чтобы израильтяне в той же степени воспринимали войну в Украине как свою. У нас есть такие, но там вот просто такое впечатление, что, ну не знаю, подавляющее большинство украинцев не только солидарны с Израилем, но и считают это тоже частью своей войны. Да, это однозначно. И это меня потрясло, я очень обрадовала, потому что не пришлось объяснять. В Украине тоже бывали голоса, я скажу вам честно, которые, так сказать, повторяли риторику, о которой мы говорили выше, но в целом в колоссальном большинстве украинцы сочувствуют, потому что видят тех же врагов. Они видят, как бы самое главное, они видят, кого поддерживает Россия. Россия поддерживает, принимает в своем, на уровне официальных делегаций Хамас. Россия оправдывает хуситов. Россия находится в партнерских отношениях с Ираном. Россия не сочувствует Израилю. Россия с утра до вечера, во всяком случае, информационное вещание российское телевидение с 7 октября вытеснило практическую информацию об украинской войне, войной в Газе по понятной причине. Им хочется доказать, во-первых, это классика такой идеологической борьбы российской пропагандистской машины, а именно такой путинский моральный релятивизм, когда нет хорошо, нет плохо, нет верно, нет неверно, нет добра и зла, а есть только интересы. Есть наши интересы, хотите, мы, так сказать, их изложим, а есть интересы наших противников. Мы за наших, потому что наши интересы имеют отношение к нам. Это первое. Поэтому, демонстрируя войну Израиля в Газе, они говорят, ну, пожалуйста, смотрите, во всем мире, как у нас. У нас это специальная военная операция, никакая не война, у нас там эти высокоточечные удары по военным объектам, которые украинцы сбивают ракеты и сами себя, значит, обсыпают обломками, попадая в мирные, а мы-то ни при чем. А второе и самое главное, они вытесняют боль, травму и безусловную ответственность, возникающую огромного количества россиян при разговоре о войне в Украине, свидетельствами о войне в Газе. Они по факту, я по этому поводу смеюсь, когда мне пишут по поводу палестинских детей, которых, поверьте, я сейчас не ерничаю и не собираюсь, так сказать, недооценивать. Для меня и двух, или одного погибшего уже много. Если погибает невинный ребенок, кто к этому может радоваться? Цифрам я не верю, поскольку цифры исходят из понятной нам организации под названием Хамас. Но, тем не менее, даже если там не 20, сколько они там утверждают, тысяч людей, а там условно две, это тоже очень много людей. Но российское телевидение это показывает для того, чтобы убедить всех в том, насколько жестоко, жестоко и кроваво израильская военная машина по сравнению с их прекрасно и, так сказать, профессионально действующей. Вот поэтому украинцы точно понимают, где их враги, а где их друзья. И очень жаль, что в свое время по понятным, опять же, для меня обстоятельствам, опасаясь российского влияния в Сирии и вообще российского присутствия в регионе, израильское правительство не помогало Украине в том объеме, в котором могло бы помочь или хотя бы в тех сегментах, в которых такая помощь была бы существенно важна. Потому что, ну, очевидно, что логика истории сегодня страны оказались с одной стороны. Я не могу не задать вопрос по поводу слова «пацана». Вот вы знаете, в социальных сетях очень часто встречаются посты, которые начинаются словами «С трудом заставил себя посмотреть там сериал или там первую серию или несколько серий слова «пацана». И я не знаю, я считаю, я себя не стал бы заставлять, я просто его не смотрел, меня не очень интересуют эти реалии. Но, тем не менее, вот из того, что я читал, что этот сериал должен был зацепить вот наше поколение, среднее поколение, а зацепил как раз-таки молодняк, которые знают только мир при Путине. И что самое странное, украинцев он тоже зацепил, и в Украине он тоже довольно популярен. Как вы объясните этот феномен? — Слушайте, ну, я его посмотрел просто по профессиональной ответственности и обязанности, поскольку занимаюсь кино и много чего делаю, и услышал о беспрецедентном успехе в России. Тем более, я всю жизнь с интересом относился к автору сериала, я имею в виду к известному всем под псевдонимом Жора Кружевников Андрею Першину, человеку, который сделал несколько очень успешных, экспериментальных и в то же время коммерчески успешных фильмов, прежде всего, «Горько» и «Самый лучший день», и очень, на мой взгляд, сильный сериал у него был под названием «Звоните Ди Каприо». И мне было любопытно, я посмотрел. Это важное высказывание, я понимаю, мне кажется, я понимаю природу его успеха в России, долго говорить на эту тему не приходится. Мне кажется, в условиях абсолютно тотальной, вышибленной из обсуждения в художественном контексте, я имею в виду в кино, в телевидении и так далее, дискуссии о характерах, о времени и о себе. Ну, то есть, как бы нет сложных людей. Есть очень простые, утешающие, отвлекающие, эскиписки, если хотите, то есть, бегущие от реальности истории, которые очень успешно идут. И вот все традиционные самые большие победы в российском прокате – это «Условная чебурашка», «Условный холоп-2», «По щучьему велению» или «Бременские музыканты». Я вам назвал четыре самых успешных фильма «Коммерские времен войны». И тут появляется неожиданно в формате романа, а сериал – это роман, появляется разговор о сложных персонажах. Ни хороших, ни плохих, сложных. Более того, имеющих отношение к истории, во-первых, собственного государства и собственных семей. Не обязательно, что вот это не означает, что я был пацаном в юности, например, я принадлежу к поколению героев этого сериала. Я был, наверное, классическим, как они говорят, чушпаном, ну, то есть, человеком вне этого дела, и мне, наверное… Фраер. Ну, такой, да, это поколение мне раньше называлось Фраер. Вот, но, тем не менее, это опознаваемый для меня мир. Мир школ, мир родителей, мир достаточно вот этой советской бедности на товары и так далее, и так далее. Но самое главное, это понятийная логика в слове пацана, пацаны не извиняются, пацаны делают то, это такая групповой характер объединения своих против чужих, это история сегодняшней России. И, на самом деле, любопытнейшая дискуссия в отношении слова пацана для меня была не столько по поводу каких-то художественных достоинств этой вещи, они уже есть сами по себе, в силу того, что, так сказать, о нем говорят достаточно глубоко и много, многие люди. А в том, что интересно было пообсуждать, в кого превратились в, так сказать, в зрелом состоянии, уже когда выросли герои этого сериала. И не случайно какие-то люди говорили, вот этот персонаж Путин вот стал, а этот персонаж, там, например, Пригожин, а это там кто-то еще. Потому что вот эта понятийность, эта пацанскость, это неумение жить по-человечески, а, так сказать, жить понятийно оказалось очень важной в сегодняшней России. Опознали свою, если хотите, систему византийских кодовых сигналов, свой генетический ДНК. Что касается Украины, мы не измеряем, на самом деле, популярный он или нет. Никаких данных, кроме, условно говоря, активности в сетях украинцев, которые его посмотрели, нет. Никто не знает, посмотрел его 1% населения, 2, 5 или 10, и никто не может вам сказать. Но совершенно понятно, что во время войны, когда русский контент полностью вымыт из российского, из украинского, простите, информационного пространства, все украинские телеканалы, все российские телеканалы запрещены и не функционируют. Все российские стриминговые платформы недоступны. Российский сериал, сделанный в сегодняшней России, сегодняшними россиянами за государственные деньги, что еще имеет значение, не за частные каких-то там, условно говоря, оппозиционных, если есть таковые, условно говоря, настроениями олигархов, не, государственные деньги, институт развития интернета, компания, национальная медиагруппа и так далее, финансировали этот проект, и его смотрят какие-то люди в Украине. Ровно то по той причине, это пацанскость, которая характерна временам войны, противостояние своих против чужих. И в этой ситуации, как ни печально, когда теряются вот как бы, если хотите, горизонты моральные, понятные, что определяет, ну как бы, моральное и не моральное, в этих обстоятельствах эта вещь обнаруживает свою близость к тем, кто на сегодняшний день столкнулся, ну, является участниками войны. Ну, помимо этого, и самое главное, это такая живая вещь с живыми молодыми людьми, которые противостоят друг другу в борьбе за какую-то там жизнь, в которой их имя не руководят. Это, если хотите, своего рода такой, ну, они полагают, что это борьба за свободу и, оказывается, за то, что они считают добром, а сами превращаются в инструмент зла. Мне кажется, что в самом сериале романтизации, в чем его часто обвиняли, бандитизма, пожалуй, нет. Ничего хорошего с этими персонажами не происходит. Многие из них меняются понятным образом. Но, тем не менее, дискуссия эта вполне, так сказать, оправдана. До какой степени нужен сегодня разговор с точки зрения сочувствия бандитам, являющимся по факту единственным, что противостоит торжествующим в информационном российском эфире патриотическим этим романтизмам, таким примитивным. Вот сегодня, на самом деле, многие киноблогеры, эксперты, ну, видимо, из числа уважающих себя, проводят параллель со старыми фильмами после девяностых, такими, как «Брат 2», такими, как «Улицы разбитых фонарей», все про ментов и про бандитов, и говорят о том, что это все-таки является продолжением такого воспитания, ментального воспитания россиян, да, потому что... Право сильного они таким образом продвигают. Да, конечно, нет, в том-то и дело, что понятийность это всегда право сильного. Это, собственно говоря, то, что и есть. Другое дело, что... Право сильного – это еще и фашизм. Это очевидно совершенно. Но я просто в этом сериале я не вижу того, что автор с этим согласен. Он пытается привести своих героев к крушению. Он умный автор, это ученик Марка Захарова, талантливый, так сказать, не буду, чтобы ему не навредить говорить о его, так сказать, взглядах. Безусловно, одаренный человек, он имеет отношение и к бригаде, он имеет отношение, это фильм, и к Бумеру, он имеет отношение и к Брату-2, но это фильм о мальчишках, о школьниках. Вот что самое поразительное. Да, там появляется персонаж, который стал, кстати, одним из самых главных в сегодняшней российской вот этой ткани общественного обсуждения. Это сыгранное Инваном Янковским, третьим уже, так сказать, ну, не в династии, в династии было больше, потому что был брат Олега Ивановича. Ростислав, но тем не менее, внуком великого Олега Янковского персонаж по имени Вова Адидас, возвращающийся с афганской войны, персонаж, которым, в общем, воплощены вот эта и злость, и ярость, и справедливость, и невозможность ее достижения этого времени. Да, это право сильно, в этом смысле это отвратительно. Можно легко ограничиться очень простыми словами, заклеймив Россию, в которой, так сказать, и даже фильмы, сериалы, с одной стороны, навязывают обществу вот эту систему координат, а с другой стороны, так сказать, отражают царящую в обществе атмосферу уважения к праву сильного. А можно сказать, что авторы услышали эти токи и на них отреагировали. Это более сложная концепция, мне кажется, они исходили из этого. Мне не симпатично то, что происходит в России, мягко говоря, вы же понимаете, я стараюсь как бы говорить цивильным языком мирного времени. Вот. Но сегодня мне не симпатично то, что происходит в российском кино. В нем абсолютно исчезла современная повестка, там нету кинематографа или сериалов о современности, нет ничего, что... Я даже не говорю про войну. Понятно, что про нее нельзя говорить и слово война нельзя говорить, но там нет ничего связанного с жизнью людей, подлинной. Я не говорю про отсутствие яиц там в магазинах или так далее. Про то, что они испытывают, как они прячутся от вызова о политической апатии, о чудовищном страхе, разлитом в обществе, о всесилии и произволе силовиков. Об этом ничего нет. Еще недавно этого было много. А сейчас нет. Вот на этом фоне абсолютного, если хотите сказать, политики молчания, появляется сериал, в котором какая-то жизнь. И он вызывает себя... Вот, наверное, поэтому такое ощущение, что российские власти еще не определились по поводу этого сериала, потому что есть призывы его вообще запретить. Были. Но потом те, кто его финансировал и, естественно, испытывал за него ответственность, судя по всему, договорились о том, что никаких проблем нет и не будет, и решили оставить все как есть. А вначале по привычке восприняли его, естественно, как враждебный, подняли, так сказать, вой. На импульс и на таком, да? Да, да, начали требовать закрытия, наказания. Сейчас уже привыкли, что можно за книжки, фильмы, высказывания, за песни, кого угодно наказывать. За пост. За пост, за носок, вот, на причинном месте, что угодно. Причем, знаете, о чем никто не вспоминает в связи с носком на причинном месте? Что это же на самом деле реплика, если вы знаете. Это знаменитый альбом. Это знаменитый альбом. Ход, ред, ход, чили, пеперс. На об обложке альбома, вот они все... Это история из его жизни, на самом деле. Да, 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 ну, собственно, да, совершенно верно. Это об этом мало кто вспоминает. Решил поумничать, парень получил. Выгреб уже повестку на фронт. Да, 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 ну, в общем, за это привыкли, что наказывают, но что поделаешь. Александр, мы обещали вас отпустить. Да, большое спасибо вам, извините, я коротко в Израиле. Прежде всего, да, подписывайтесь на социальные сети Александра Роднянского. Вот я, например, подписан на Инстаграм и вижу, какую действительно большую просветительскую деятельность вы там ведете. Спасибо вам за это. Спасибо вам. Подписывайтесь. Я не знаю, есть ли вы в Фейсбуке, но наверняка... Нет, никогда не был. Ну, тогда я уверен... У меня есть Телеграм. Телеграм. Я уже... Потому что в России читаю Телеграм, это единственная... Здесь уже тоже, после 7 октября, здесь прям все израильтяне сегодня в Телеграме. Ну, есть очень сильный Телеграм-канал. Как называется ваш Телеграм-канал? По имени Александр Роднянский. Александр Роднянский. И в Инстаграме, и в Телеграме, пожалуйста, подписывайтесь на Александра и читайте его интересные посты. Субтитры сделал DimaTorzok